Европейские футбольные чемпионаты продолжают набирать обороты, и мы по традиции готовим для вас еженедельные обзоры футбольных матчей. Сегодня предлагаем вам посмотреть разбор предстоящего матча шестого тура английской премьер-лиги, в котором сойдутся Челси и Манчестер Сити. Обе команды демонстрируют великолепный футбол и безусловно нацелены на чемпионство. Нет никаких сомнений в том, что на сегодняшний день эти клубы являются одними из самых сильных в Европе. Ведь именно Челси и Сити разыграли между собой финал Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, и тем интереснее будет провести анализ команд. Напоминаю, что в комментариях под видео мы проводим конкурс. Пишите, чем, по вашему мнению, закончится предстоящая встреча между Челси и Манчестер Сити. Все, кто сумеет угадать точный счет матча, получат бесплатный доступ к полной базе ИКЖ статистики на целый месяц. Автор самого первого победного комментария выиграет доступ к ИКЖ на целых 6 месяцев. Не упустите свой шанс и не забывайте, что мы не принимаем отредактированные комментарии. А теперь переходим к анализу матча. Итак, какие исходные данные у нас есть? В первых пяти турах обе команды пропустили всего лишь по одному голу. Это говорит нам о том, что и у Челси и у Манчестер Сити хорошая оборона. Челси может похвастаться тем, что не проиграл ни одного поединка на старте. В активе лондонцев 4 победы и 1 ничья. У Сити дела обстоят немного хуже. За пять матчей у команды 3 победы, ничья и поражение. Последний раз Челси принимал на своем поле Манчестер Сити в рамках чемпионата Англии 3 января текущего года. В этой встрече горожане одержали победу на Стэнфорд Бридж со счетом 1-3. Но матч был сыгран до прихода Тухеля в Челси. А как мы с вами уже знаем, Тухель, возглавив команду, сумел превратить лондонцев в очень мощный и сплоченный коллектив, результаты которого весьма впечатляют. Так что с тех пор ситуация в Челси существенно изменилась. Что ж, давайте приступим к анализу предстоящей встречи с помощью ИКЖ статистики. Особое внимание в нашем разборе мы уделим истории личного противостояния команд. Начнем с рейтинга силы. В прошлом сезоне, по показателю ИКЖ 90, деленные на ИКЖ А90 Ноу Индекс, обе команды были лучшими в лиге. Манчестер Сити закончил сезон на первом месте, со значением 2,57. Челси расположился на второй строчке, имея результат 1,91. В последних двух сезонах команды дважды обменялись победами. Давайте посмотрим, как влияет на уровень команд фактор поля. Посмотрим на показатель ИКЖ 90, деленный на ИКЖ А90 Ноу Индекс в домашних матчах. Челси дома показывает довольно сильную игру, с показателем 2,00. А теперь давайте посмотрим, какие результаты демонстрировали команды на выезде. Как можно заметить, Сити является сильнейшей командой на выезде. Однако стоит отметить, у команды достаточно низкий показатель ИКЖ 90 Ноу Индекс. Это говорит о том, что горожане на выезде выступают более осторожно. Всегда обязательно подмечайте такие мелкие детали, как показатель ИКЖ 90, ИКЖ А90 на выезде или дома, а также многие другие показатели. Иногда можно найти очень интересную особенность одной конкретной команды, к примеру, на выезде, которые многие игроки попросту не замечают, и тем самым получить преимущество, делая выгодные ставки. Что ж, с результатами прошлого сезона все ясно, теперь давайте посмотрим на игру команд в текущем сезоне. Мы можем проанализировать отрезок из 5 матчей. По показателю ИКЖ 90, деленный на ИКЖ А90 Ноу Индекс, Манчестер Сити занимает первую строчку чемпионата со значением 3,64. Сити лидирует, несмотря на то, что по набранным очкам команда пока что находится лишь на пятом месте. Это говорит о том, что горожане играют привычный для себя атакующий футбол и создают оворот соперника намного больше опасных моментов, чем позволяют сопернику создавать в своей штрафной. У Челси после 5 туров показатель ИКЖ 90, деленный на ИКЖ А90 Ноу Индекс, составляет 1,76. Команда занимает третью строчку чемпионата. Сравнивая статистические данные Челси с показателями Сити, мы видим, что в атаке команды создают примерно одинаковое количество опасных моментов. Однако лондонцы гораздо больше, чем Сити, позволяют создавать своим соперникам. Показатель ИКЖ А90 Ноу Индекс Челси после 5 туров составляет 0,98. И это при том, что команда пропустила в этих матчах всего один гол. Из этого следует, что оппоненты Челси плохо реализовывали свои моменты. И на данном отрезке синим попросту повезло иметь такую хорошую разницу забитых и пропущенных мячей. У Сити же этот показатель составляет всего 0,47. Теперь давайте посмотрим на коэффициенты, которые предлагают букмекеры на сегодняшний день. Как видите, букмекеры оценивают шансы на успех команд в этом матче практически равными. Пинакл предлагает на победу Челси коэффициент 2,74, в то время как победа Манчестер Сити оценивается в 2,79. Стоит также отметить, что коэффициент на победу Челси с момента открытия упал на 0,4. Наверняка этому поспособствовала уверенная игра синих в стартовом отрезке. Пул игроков также прогрузил коэффициент и на тотал меньше 2,5. С 1,86 по линии открытия до 1,79 на текущий момент. Обе команды очень грамотно играют в защите, поэтому нас вряд ли ждет обилие забитых голов. Скорее всего, в этом матче мы увидим равную упорную борьбу на всех участках поля. С другой стороны, в последних четырех очных встречах в рамках чемпионата, ни одна из команд не уходила с поля без забитого мяча. Вот такой у нас получился анализ предстоящей встречи главных претендентов на золотые медали в английской премьер-лиге. Изучайте статистику команд, разбирайте показатели XG-статистики и проводите анализ матчей правильно. Подписывайтесь на наш канал, не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И обязательно принимайте участие в конкурсе в комментариях под видео. Ставьте лайк, если вам понравился этот ролик. И пишите в комментариях, что вы думаете по поводу предстоящей игры. Субтитры создавал DimaTorzok